Девушки отдыхают 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 тема, которая так или иначе появляется практически, наверное, ежегодно. Мы тут посмотрели. Ровно год назад была аналогичная инициатива. И вот как-то депутаты Госдумы у нас стреляют все время по этой цели, да, в желании чего-то добиться. И вот сейчас поставлена задача к майским праздникам возможно уже принять какие-то конкретные решения. В общем, о чем речь? О том, чтобы в очередной раз попробовать перенести длинные выходные с новогодних праздников на майские. На майские. То есть понятно, да? Да, ликвидировать вот эти четыре или три дня, поправь меня, если я ошибаюсь, в мае. В начале мая? Да, вот эту перемычку убрать рабочую и сделать их сплошными длинными майскими выходными. Но после Нового года на работу придется выходить третьего, да? Третьего? Вот я не понял из текста законопроекта. Либо третьего, либо четвертого, в общем. Но в любом случае в два раза где-то получается, предлагается их сократить. Да, мне понравился один из комментариев в соцсети. Он как раз был основан на том, что эта инициатива появляется ежегодно. Молодой человек написал, что давайте в этом году побыстрее это сделаем. Майские праздники отгуляем, а потом отменим. И так каждый год. То есть, чтобы и длинные новогодние праздники были, и майские. Вообще, на самом деле, если убрать какие-то, ну, совершенно непонятные однодвухдневные выходные... Выходы на работу или выходные? Выходные, да. Ну, то есть приуроченные к 23 февраля, 8 марта, осенью, ну, что-то там, День народного единства или что-то, как это сейчас называется. То, мне кажется, вполне можно организовать и вот длинные новогодние праздники, и длинные майские. В общем, инициатива эта в очередной раз принадлежит фракции «Новые люди» в Государственной Думе. Вот, несмотря на их название «Новые люди», инициатива у них старая, да, которая уже не первый год обсуждается. Не свежие. Да, продлить майские праздники с 1 по 9 мая, сделать так, чтобы не было между ними рабочих дней, и при этом новогодние каникулы сократить с 1 по 3, всё-таки, января, говорится в пояснительной записке. Ну, просто непонятно, 1-3 это включительно? 1-3 включительно, да. То есть 4-го на работу? 4-го, получается, должна страна на работу выйти. 4-е, 5-е, 6-е, затем 7 января снова выходной день, там поскольку Рождество, и снова на любимую и обожаемую работу. Вот инициатива, в чём заключается. У нас есть, кстати, небольшая запись, прямая речь. Как говорится, авторы этой инициативы, это Вячеслав Даванков, зампред Государственной Думы и заместитель руководителя фракции «Новые люди». Спасибо нашему редактору, что позволило нам сейчас послушать этот аудиофрагмент. Давайте вместе это сделаем прямо сейчас. Наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали, наконец, длинными праздниками. Мы говорили об этом и в прошлом году. Толку от того, что мы уезжаем на 3 дня сначала отдыхать, потом возвращаемся на работу, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало. Это знают все предприниматели, в этом году я тоже с ними об этом говорил, знаю по себе в прошлом, что в майские праздники обычно работы никакой нет. Половина уезжает в отпуск, и вот это такой мем, который все говорят, давайте уже после майских, он живет в людях, поэтому в этом году мы внесли законопроект, цель которого дать больше выходных в майские праздники и уменьшить январские. Но давайте вот честно скажем, что на январских праздниках все от них немножко устают. Дома только телевизор, салат, оливье, и из развлечений очень мало кто куда ездит. Ну и более того, в этом году мы посмотрели статистику, более 80 тысяч обращений в травмпункты, в них не протолкнуться. Мысль не закончена, видимо речь идет о том, что люди гуляют в нам, обморожение получают, обморожение или падают. Владислав Дованков, зампредка из Думы, замраководителя фракции, новые люди в комментарии. Услышали мы его комментарии по этому поводу. Но, слушай, мне кажется, на майских праздниках поводов покалечится не меньше, чем в новогодние. Да, все-таки. Нет, на самом деле мне, вот сама идея сделать длинные майские праздники, конечно, тоже по душе. Ну подожди, ты их в связке рассматривай, одновременно с сокращением новогодних праздников или нет? Нет, новогодние и длинные мне тоже нравятся. С другой стороны, мне, как человеку, который уже много лет работает на фрилансе, вообще без разницы. А до того, как я работала на фрилансе, работала, когда журналистом у нас вообще никогда не было выходных, то есть не было такого понятия праздников, вернее. Ну да, особенности работы журналистка. Ты работаешь с понедельника по пятницу. Если с понедельника по пятницу выпадают какие-то там праздники или еще что-то, ну, твои проблемы. Поэтому, не знаю. Давай обратимся к результатам опросов, которые проводились в предыдущие годы. Вот я нашел один из них. Опрос проводился в апреле 2022 года, то есть год назад. Это сервис Работа.ру проводил это исследование. Так вот, 68% наших соотечественников, ну, вернее, респондентов, хотели бы, чтобы майские праздники продолжались с 1 по 10 мая. Соответственно, против 32%. Ну, тут не затрагивается вопрос сокращения или не сокращения при этом новогодних каникул. В рамках опроса этого также спросили людей, а, нет, все-таки про новогодние каникулы здесь идет речь, да. То есть связка. Да, 60% респондентов также ответили, что не готовы отказаться от длинных новогодних каникул в пользу продления майских праздников. Ну, и, соответственно, согласно с этим только 40% участников опроса. То есть, видишь, получается, да, за большинство и большинство и большинство же против того, чтобы сокращались новогодние каникулы. Ну, вот они как я. Я не против длинных майских, но против того, чтобы сокращать зимние. Роман Титов с нами на связи, председатель комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства Законодательного собрания Кировской области. Роман, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Предлагаем обсудить эту законодательную инициативу, которая созрела в Государственной Думе. И вот фракция «Новые люди» как инициатор этой идеи сейчас очень надеется на то, что в течение апреля, возможно, нижняя парламента уже успеет это все рассмотреть. И в грядущие майские праздники мы сможем отдыхать дольше обычного. Много скептиков, конечно, по этому поводу. Но вот ваши отношения, Роман, надо ли? Как предприниматели, да, в том числе. Ну, мне, как всегда, удивительно, когда коллеги депутата федеральные не видят реальных проблем, которые есть перед обществом, перед государством и начинают уподоблять себя британским ученым. То есть, ну, неужели коллеги из партии «Новые люди» считают реально, что вот надо обсуждать шашлыки на майские праздники, которые вдруг почему-то лучше доедания новогодних салатов. То есть, вот я с инициативой внимательно ознакомился и, разумеется, считаю, что она абсолютно несвоевременная и никаким бизнесом эта инициатива не востребована. Ну, может быть, за исключением тех, кто занимается продажей товаров для сада и огорода. Давайте посмотрим на контраргументы. То есть, во-первых, к концу года у людей накапливается усталость. Людям хочется отдохнуть. Эти новогодние каникулы, они нужны просто для того, чтобы восстановиться после длительной работы. Во-вторых, на улицах холодно, короткий световой день. Ну, тяжело работать в таких условиях. И намного проще работать на майских праздниках, между майскими праздниками, когда и день световой нормальный, погода на улице хорошая, а зимой, ну, эти дни, как раз после зимнего солнцестояния, когда самый короткий, точнее, световой день, ну, наверное, их лучше провести дома с близкими и с друзьями. Кроме того, вот давайте подумаем о детях, подумаем об учениках. То есть в мае приближаются выпускные экзамены. И вдруг мы даем, точнее, обязываем детей между майскими праздниками также отдыхать, выгоняем их на принудительные каникулы. То есть мы, фактически, зимние каникулы у них и так есть, они так и так отдыхают, а в мае мы еще принудительно лишим возможности нормально готовиться к экзаменам. Что касается про бизнес, слушайте, бизнесу на новогодних каникулах нужно только одно, чтобы нормально работали банки, и чтобы сам предприниматель решал, будет он работать и будет ли он заводить людей и платить им двойной тариф или не будет. Потому что на сегодняшний момент нормально бизнес работать на новогодних каникулах не может, потому что большая часть финансовых учреждений, она не работает, либо работает в усеченном режиме. Обяжите банки работать и все. Кто захотел, тот спокойно работает на новогодних каникулах. И не надо для этого принимать никакие законопроекты. А те, кто хочет, они могут взять короткий отпуск, как многие делают, и отдохнуть между майскими праздниками. Роман, ну смотрите, тогда получается, что это вопрос и к длинным новогодним каникулам, не только вот к тем праздникам в мае, которые предлагают удлинить. Я как раз говорю о том, что зимние и новогодние каникулы, они абсолютно обусловлены. Слишком много причин для того, чтобы эти каникулы сохранить еще раз и усталость, и короткий световой день, когда там необходимо быть дома. И зимние каникулы, они у детей и так есть, пусть они проведут это время с родителями. Вот. И тому подобное. То есть еще раз, чтобы зимние каникулы были, чтобы зимние каникулы нормально работали в бизнес, нужно всего лишь одно. Дайте банкам работать и все. А майские праздники, ну пусть каждый решит, возьмет каникулы, отпуск на работе на три дня и уедет в свой сад огород. А с точки зрения... Кроме того, договорю еще зимой, эти зимние каникулы, ну, собственно говоря, многие делают, понимаете, делают хорошие обороты в эти каникулы. Потому что люди потребляют, люди получают новогодние премии. Они дают стимул развитию бизнеса фактически до апреля, потому что там у многих предприятий в начале года проблемы с оборотными средствами, еще какие-то моменты. А здесь, собственно говоря, заработали на зимних каникулах и есть там некий финансовый запас. В мае, ну, в мае, наверное, там еще раз вот скажу то, что в начале сказал, ну, в мае хорошо заработают те, кто занимается облагородными талантами. Все. То есть, получается, люди все уедут из города... ...которые надо дарить подарки. А давайте все-таки вспомним про тот нюанс, что, ну, Кировская область, да, она отличается тем, что у нас большое количество садоводов, огородников, да, и для них, возможно, эти продолжительные майские праздники были бы благом, они бы больше успели сделать... Ну, тут я вообще изначально думала, что эта инициатива, она как некая подсобить подсобному хозяйству, грубо говоря, да, вот в тех условиях, в которых мы сейчас существуем, чтобы людям дать возможность вот посадить свою картошку. Ну, вот смотрите, во-первых, картошку все, кто хочет, они посадят совершенно нормально, совершенно спокойно. Во-вторых, я уже не первый раз вижу, что новые люди начинают заигрывать с садоводами, потому что недавно у них была инициатива, и, кстати, там они добились результата, это по корректировке противопожарных правил. Помните, там были ограничения, которые не давали нормально... Да, мы их обсуждали как раз недавно в эфире. ...с шашлыками, то есть вот они, тему шашлыка уже начинают как-то системно, на мой взгляд, эксплуатировать. То есть я сам садовод, садовод не огородник только, а там садовод-световод, и, ну, мне эти каникулы не нужны. Я совершенно спокойно уеду в сад, возьму небольшой отпуск, возьму с собой ноутбук для того, чтобы какие-то рабочие моменты сделать по ходу, и все прекрасно сделаю. Пенсионеров эта тема вообще не коснется, они так и так в конце апреля, в начале мая уедут в сад, на эти длинные майские, там до 10-го числа, и будут там работать, вне зависимости от того, есть каникулы, нет каникул. Ну, а рабочие люди, еще раз, они могут взять короткий отпуск на работе, как и я сделаю. Ну, авторы этой идеи еще и затрагивают идею туризма, якобы в начале мая путешествовать, посещать какие-то достопримечательности, гораздо жителям России интереснее, удобнее, нежели в морозы, в январские. Получается, что не только садово-огородная тема какая-то, но и туристический кластер может на этом деньги заработать. Какой тут комментарий, Роман, найдется? Гляньте, цены просто на внутренний туризм. Вот мы сейчас смотрим семейные, рассматриваемся в одном семейные поездки на Волгу, отдохнуть там в одном из санаторий, в семье, это, ну, грубо говоря, Ленинградская область? Не Ленинградская, мы Нижегородскую смотрим, на Волгу, да. И цены огромные, и такой внутренний туризм я бы не стал переоценивать. Особенно не самое благоприятное для туризма время, это весна все же. То есть еще города, ну, их только вот майским праздником начнут перебирать нормально. Листва еще там не везде будет. Ну, ну, погода переменчивая. Ну, слушайте, даже с учетом нашего климата, туризм это лето все же. Июль, август, сентябрь. Но никак не майские праздники. Поэтому и здесь, коллеги, мне кажется, попали пальцем немножко в небо. Я думаю, что они сами понимают, что инициатива принята не будет, тем более ее не поддерживает ни самая крупная фракция в нашем плане, ни правительственной федерации, насколько я знаю. В общем, резюмируем. Не надо ничего менять, оставить как есть. Вот это последняя тема, которую надо трогать. Все понятно. Спасибо, Роман, большое. Роман Титов, председатель комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства. Господи, какое-то длинное название, мне кажется, стало. И предприниматель, да, по совместительству. Ну, зато оно отображается у деятельности, да. 211-101, кстати, номер нашего прямого эфира. И если у вас есть желание дозвониться, то мы можем принять. И послушать ваше тоже мнение. Надо ли удлинять майские праздники за счет сокращения праздников новогодних? Да, что-то ты хотела сказать, я перебил. Прошу прощения. Забыла, конечно же, сразу. Хорошо, тогда еще один опрос по поводу того, сколько бы жителей России хотели, чтобы новогодние каникулы были сокращены. Есть такие люди, кстати, и таких людей немало. Вот смотрю я на результаты опроса, который проводился пару лет назад. Почти 40% не против отказаться от длинных новогодних каникул. Из них большинство, 46%, ссылаются на то, что им попросту в такие длинные новогодние каникулы нечем заняться. 22%, то есть примерно каждый пятый опрошенный не любит зимнюю погоду, холодно, зябко, что называется. Я вообще не вылезаю зимой на улицу. И еще почти 20% по долгу службы работают в эти новогодние каникулы, им, собственно, вот все равно. Длинные они, недлинные, есть рабочая смена, на которую нужно обязательно выйти. Ты, ну, лично знаком с людьми, которые все вот прям 9 дней отдыхают? Знаком. Знаешь? Да, конечно. Я просто никого не знаю, кто бы все 9 дней отдыхал. Ты знаешь, но вот я-то лично, наверное, все-таки... Все равно все так или иначе в каком-то там режиме работают, выходят на работу, делают что-то из дома. Ну, безусловно, да. Ну, вот я лично, если говорить обо мне, я, ну, не скажу так твердо, что я против таких длинных новогодних каникул, но я все-таки, наверное, склоняюсь к тому, что да, многовато, и ты уже как-то чувствуешь усталость. У меня же там день рождения еще в Рождество. Сколько можно праздновать? Михаил Курашин с нами на связи, советник губернатора Кировской области. Михаил, добрый день. День добрый. Да, Михаил, приветствуем вас. Прямой эфир. Мы обсуждаем идею, да, фракции «Новые люди» в Государственной Думе о том, чтобы продлить число дней майских праздников за счет одновременного сокращения продолжительности новогодних каникул. Инициатива далеко не новая. Как вы ее воспринимаете, как оцениваете? Ну, по теме продления, или, скажем так, объединения вот весенних праздников, майских праздников, собственно, об этом разговор идет достаточно давно, и по большому счету уже есть некая сложившаяся практика того, что все-таки этот период начала мая воспринимается как там все-таки цельный период такого отдыха. Поэтому, ну, на мой взгляд, вполне логично, если мы это можем закрепить, вопрос только обсуждаемый за счет сокращения зимних или же за счет просто вот ведения новых выходных дней, потому что... Ну, то есть и зимние, и зимние оставляем, новогодние, да, и тут еще тоже добавляем деньков выходных. Да, потому что, как бы, зимние тоже играют достаточно знаковую роль, то есть все-таки конец года, люди хотят отдохнуть, а весенние мы понимаем сами, что это и переключение на новое настроение, это и садоводческие дела, ну, и плюс ко всему, как бы, знаковый праздник, день победы, он позволяет тоже к нему подойти в хорошем настроении. Каждый раз, когда обсуждали мы в свое время переход вот на эти длинные новогодние праздники, поднимался вопрос влияния, скажем так, на глобальные российские экономические процессы, то есть то, как экономика страны, региона переживает эти длинные праздники. Вот майские праздники как скажутся на экономике региона, скажем, то есть будут ли останавливаться заводы или все равно большая часть людей так и так будет работать, и это коснется какого-то небольшого процента людей, с учетом того, что и новогодние праздники, если, например, сохранить. Ну, то есть не будет ли это каким-то негативным еще эффектом не в пользу, да, экономике? Ну, не знаю, я бы так сказал, что мы там давайте там на практике посмотрим, да, что там во многих предприятиях там мелких и малых там существует практика, что люди все равно берут, даже если происходит разрыв в рабочих днях, то есть берут эти рабочие дня в качестве там отгулов и все равно отдыхают. То, что касается непрерывных производств, то здесь, я думаю, тоже ситуация вполне управляемая, то есть все заводы и предприятия уже давно как бы знают, что есть непрерывные графики, есть график тяжелств, график работы, и все работают по этому графику. А давайте попробуем, Михаил Вячеславович, с точки зрения общепита, да, мы с представителями общепита будем чуть позже общаться, посмотреть на это все. Вот возьмем холодные январские дни, да, новогодние каникулы, есть уже такие комментарии в интернете, мол, люди чаще заходят в какие-то заведения, да, там расплачиваются за угощения, и больше, соответственно, денег приносят владельцам заведений общепита. В начале мая же они, если погода хорошая, они не пойдут куда-то в кафе, в рестораны, они просто купят шашлык и там сопутствующие товары, и поедут к себе на дачу, соответственно, тут общепита просядет. Согласны вы с такой точкой зрения? Нет, не согласен. Тут я бы в большей мере говорил о том, что если вот попадет хорошая погода, то количество людей, которые выйдут на улицу и будут гулять, ну да, съездили там на шашлык, ну дачники, это дачники, то есть мы как бы давайте их отдельно, а вот те, кто... Шашлык не на 10 дней, грубо говоря. А дачники, они бы и так туда уехали, то есть мы их из этого уравнения исключаем, значит, сразу. Да, а соответственно, при хорошей погоде прогулки достаточно большие, и если наши прогулочные зоны, рекреационные зоны будут развиваться, и на них будет развиваться, в том числе общепит, я считаю, что они останутся только в плюсе от этого всего. Ну и, наверное, последний вопрос, я не знаю, удастся, не удастся прокомментировать. Новые люди, говоря об этой инициативе, они упоминали такой момент, что якобы у регионов, у всех, у самих существует возможность устанавливать дополнительные рабочие, нерабочие дни. Мол, и может быть и не обязательно это на всю страну распространять, может на уровне конкретного субъекта об этом подумать. Есть у нас такая возможность, действительно, я вот что-то не в курсе. Известно, известно, вам неизвестно. Я не отвечу прямо, да, то есть, есть и такая возможность. Ну, вопрос в том, что если, предположим, решение принимает федеральный уровень, то, соответственно, это же решение обязательно для всех регионов. Игнорировать нельзя. Нет, дело не в игнорировании, дело в том, что в процессе работы, там, предположим, ну, если говорить о правительстве, там, регионального уровня с федеральным центром, хотелось бы, чтобы было какое-то единопразие, потому что, если одни будут работать, а вторые нет, то многие вопросы могут просто застопориться. То же самое и в бизнесе. Если, предположим, в каком-то регионе это будут там праздники, а в каком-то это рабочие, то могут происходить сбои, вот, договорные, коммуникационные и так далее. И это все, как бы, явно не на руку ни бизнесу и никому, поэтому федеральный закон, он, как бы, устанавливает единое правило для всех территорий. Спасибо, спасибо за комментарии, Михаил Курашин, советник губернатора Кировской области, был с нами на телефонной связи. У нас скоро небольшая рекламная пауза будет. Я подумала, что это, наверное, самые большие сложности могут возникнуть на уровне как раз исполнительной власти. То есть, чиновники-то точно работать не будут, если вдруг ведут эти праздники. Вот, и получается, что вот этот вот десятидневный период, обычно, знаешь, да, если, например, ты подаешь какие-то заявления, у тебя всегда пометка там рассмотрения в течение двадцати рабочих дней. Соответственно, если это время выпадет вот на май, то из этих... Не двадцати, даже тридцати. Ну, я для примера, да, ну, то есть... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Что вот эти вот десять дней, они просто... Да, решение вопроса какого-то, возможно, жизненно важного затянется тем самым. Получается, будет два раза в год вот эти вот места, которые тебе... Ну, которых тебе лучше избегать, если ты хочешь какие-то взаимоотношения с органами власти иметь. Рекламная пауза у нас сейчас будет небольшая, после которой продолжим нашу беседу. И вы, кстати, тоже можете высказаться 211-101, прямой эфир. Скоро продолжим. Продолжаем наше обсуждение инициативы о продлении майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Еще раз напомню, что один из запросов проводился на эту тему год назад. 70% жителей нашей страны, почти 70%, хотели бы, чтобы действительно майские праздники были подлиннее, но при этом эти респонденты не согласны тем, чтобы новогодние каникулы сокращались. В общем, мы хотим отдыхать дольше, лучше. Вот, кстати, майские праздники... Недавно мы с тобой тему клещей поднимали в эфире, да, говорили о том, что нужно уже беречься и беспокоиться. Сколько можно нахватать клещей за майские праздники? Да, да, да. Нерабочие дни, люди на природе либо в саду чем-то занимаются полезным, либо просто выезжают шашлык пожарить, как говорится, и вот эти насекомые. Ой, я думаю, тут медики будут не в восторге, да, от большого числа обратившихся по поводу укусов клещей. Ну и вообще, наверное, любая активность на свежем воздухе, тем более сопряженная с какими-то стимуляторами, да, она тоже приводит зачастую к травмам. Да, в общем-то, и новогодние это праздники, они тоже в этом отношении. Довольно, довольно беспокойные такие денечки. Общаемся дальше. Да, Дмитрий Сергеев подключается к беседе к нашей генеральной директор строительной фирмы «Маяковская», член правления союзов строителей Кировской области. Дмитрий Валерьевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Вот сразу, сразу сходу поддерживаете или не поддерживаете идею продлить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул как руководитель компании в том числе, как общественной. наверное, у меня на этот счет есть, скажем так, я могу высказать несколько мнений, а в конце выскажу свое мнение. Давайте. Первое мнение, наверное, как руководителя строительной компании, да, то есть мне это не очень интересно, потому что зимние каникулы время неблагоприятное для производства строительно-монтажных работ, то есть это и низкие температуры, и короткий световой день, поэтому как строителю мне лучше бы, чтобы они остались зимой. Наверное, как простому жителю, как простому жителю, да, мне, конечно, легче или удобнее отдыхать в майске, поэтому здесь, конечно, лучше бы они были в майске, чем в зимнее, потому что зимой, опять же, найти каких-то занятий для того, чтобы провести время с семьей, их меньше. В общем, 50-50, 50 на 50, Нет, а вот я бы еще одно мнение предложил по этому поводу. Я бы, наверное, высказал такое мнение, которое, может быть, не обсуждается, но у меня оно, скажем так, сложилось. Это вообще сократить количество праздничных дней, но при этом, может быть, и сократить срок выхода на пенсию. Работать побольше, но поменьше по сроку. На перспективу такая, долгоиграющая. Экономическая отдача от человека в 30 лет и экономическая отдача от человека уже после 60, это все-таки две разных вещи, и за счет этого все-таки, да, сократить количество праздничных дней в году, но посчитать экономически, скажем, обосновать и там на полгода, может быть, на год, раньше бы человек выходил на пенсию. Ну, смотрите, Дмитрий Валерьевич. Это какую-то очень сложную схему придется разрабатывать, да, если ты не обыскиваешь. Сокращение праздничных дней это федеральный закон, да, то есть можно проработать и такой вариант тоже. Ну, вот смотрите, если не шагать так далеко, да, с пенсиями, например, условно говоря, сократить те короткие праздники, которые есть у нас в течение года, 23 февраля, 8 мая, День народного единства. Да ничего себе короткие, 23 февраля, в этом году сразу 4 выходных дня было. Не всегда так. Половина новогодних каникул. К тому, что вот эти коротенькие выходные дни убрать и оставить длинные и новогодние, и майские сделать длинными. Ну, это еще один вариант. Как один из, да. Как один из. Вот поподробнее, если остановиться, да, на вас, как обычном горожанине и руководителе строительной фирмы, да, насколько вообще два дома, да, по-моему, у вас сейчас строятся? Три. Три. Насколько вот майские вот эти длинные праздники, если все же инициатива пройдет, могут затормозить процессы? Или даже если они будут, вы, как я не знаю, планируете их проигнорировать, половину рабочих вывести, или как вообще? Ну, если это будет норматив, то игнорировать его будет нельзя. В любом случае, как у руководителя, у меня есть возможность организовать работу в праздничные, выходные дни, издав соответствующий приказ по предприятию и оплатив в двухкратном размере работу рабочих. В соответствии с законодательством, да. Работники, которые будут привлечены к этой работе. То есть, другой момент, что у нас лето очень короткое, а за этот период нужно выполнить сезонные работы, связанные с фасадами, с благоустройством, с инженерными сетями. И здесь уже, скажем так, производственная необходимость будет обиктовать условия, то есть, ну, затраты, наверное, на выполнение их работ несколько возрастут. Это, с одной стороны, но и у людей все равно, конечно, какое-то недовольство будет вызывать, то, что их будут привлекать к работе в выходные и праздничные дни. А если, Дмитрий Валерьевич, о других сферах бизнеса подумать, кто бы мог выиграть от длинных майских праздников, кто бы, наоборот, проиграть, как вы думаете? Ну, выиграть, наверное, может только сфера услуг, сфера связанная с каким-то внутренним туризмом, сфера, наверное, транспорта, которая, опять же, на внутреннем туризме вот завязана, сфера, наверное, может быть, питания, потому что, людей где-то есть возможность больше ходить в кафе, рестораны, в кино, в театры, ну, вот такие массовые мероприятия посещать. То есть, дайте выиграют. Если это просто идет речь об увеличении количества праздничных дней, то фактическое производство, это и промышленное производство, и строительное производство, деревообработка, те, кто связаны с реальным сектором экономики, конечно, они потеряют, потому что количество рабочих дней сократится. Спасибо, спасибо за этот комментарий. Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы Маяковская, член правления Союза строителей нашего региона. Вот понравилась мне, кстати, идея, хотел бы ее развить по поводу пораньше выходить на пенсию. А что, если каждому жителю России дать такое право? Вот хочешь, отдыхай, а хочешь, работай. Если будешь работать, у тебя будет возможность потом действительно пораньше по сравнению с твоими одногодками, сверстниками выйти на заслуженный отдых. Да, на самом деле вот те, кто не поддерживает увеличение пенсионного возраста, даже подчеркивают тот факт, что, во-первых, в более зрелом возрасте сложно найти работу. То есть, если ты вдруг в какой-то момент предпенсионного возраста оказался без работы, то шансы устроиться на новую, они минимальны. И получается, что... Ну, либо на ту работу, которая бы тебе больше всего подходила. И получается, что тебя содержит, опять же, государство, но просто другие структуры. То есть, служба занятости, да, то есть, ты числишься как безработный, получаешь какие-то выплаты. То есть, получается, государство тебя и так содержит. То есть, ты не перешел из разряда того, кого не нужно содержать, то, что подразумевает, да, любая реформа продления пенсионного возраста. Вот. Поэтому вот это может быть еще одним аргументом в копилку к тех, кто выступает против. 211 и 101. Мы можем принять и ваше мнение, послушать по этому поводу, надо ли и не надо увеличивать продолжительность майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Авторы идеи, еще раз напомню, фракция новых людей в Государственном Думе рассчитывает, что вместе с коллегами рассмотрит эту инициативу вот прям до начала мая и вполне возможно, что уже в качестве новшества это все будет у нас в этом году. Да, мы после большого перерыва продолжим еще, немного об этом говорить. Но вот смотри, интересный момент. Дмитрий Валерьевич сейчас сказал, что выиграют только и перечислил достаточно большое количество отраслей, согласись. То есть это и транспорт, и услуги, и культура, ну, какие-то культурно-массовые, да, вот эти вот мероприятия, и перевозки. Ну, по-моему, это достаточно много, чтобы как минимум задуматься. То есть ты к тому, что примерно на чаше весов, весов это примерно одинаково. Ну, да, просто если... Нет какого-то перекоса Если, например, исключить, опять же, отсюда заводы, которые, ну, непрерывный цикл, да, и которые, я уверена, они в новогодние праздники работают. Ну, возможно, единственное, что играет роль оплата, то есть если кому-то действительно платят какие-то повышающие коэффициенты в празднике, то есть это может сыграть какой-то финансовый, экономический эффект. Вот. А в плане именно производства, производства как такового, да, что у тебя, ты столько-то штук производишь в месяц, и ты эти же штуки так и продолжишь производить. Вот. В этом плане, мне кажется, особо ничего не изменится. Кто... Пора нам, да, сейчас прерываться на рекламу, тематические программы. Мы продолжим обсуждение этой темы уже после 13 часов, и будет к тому же у нас еще одна тема, связанная с безопасностью детей. Так что не прощаемся.